4-й, Ивица Олевич 9-й, Вагнерлав 11-й, Милаш Карачич 17-й, Юрий Жирков 18-й, Дуду 20-й, Евгений Алдонин 22-й, Василий Березуцкий 24-й, Элвер Рахимич 25-й, главный тренер команды Валерий Георгиевич Газаев. А это судейская бригада, возглавляет которую словацкий арбитр Любош Михел. Арбитр, который многократно обслуживал матчи российских клубов, ведущих в Еврокубках, судил матчи сборной России и совсем недавно работал на мировом первенстве. О Михеле поговорим чуть позже, пока представлю его помощников Мариан Ружбарский и Томас Мокош. Вот эти арбитры выводят команды на поле. Армейцы в красных футболках и черных трусах, динамовцы в белой форме и теперь о составе хозяев. Итак, состав московского «Динамо». В воротах Жидуна-Скорчеварска с 21-й номер, 28-й Андрей Ещенко, 26-й Патрик Фовия, 6-й Жан, 3-й Александр Точерин, 20-й Денис Колодин, 14-й Лима, 5-й Игорь Семшов, 10-й Дани, 22-й Максим Ромащенко и Дерлей, 11-й номер. Исполняющий обязанности главного тренера Андрея Николаевича Кобелев, 29 августа. Состоится собрание акционеров футбольного клуба «Динамо» и Кобелев официально избавится от приставки «ИО». С ним заключен контракт на полтора года. В далекую историю такую вот мне посчастливилось общаться недалеко вчера с ветераном, со стажем, армейцем, который помнит 50-е, 60-е годы. Когда вот здесь не было ни одного свободного места. Люди сидели на проходах, добирались на трамваях, которые там на подножках. Ну, очень. Он рассказывал захлеб. Вот. И хотелось бы, конечно, вот резюмируя это противостояние сейчас, сказать, что... Жаль, что вот сейчас мы видим, ну, в такой хороший день не так много народу пришло, да? И, в общем-то, команды показывают на данный момент футбол неоднозначный. И армейцы в последнее время в чемпионате немножко дали пробуксовку. Динамовцы вообще занимают место в конце турнирной таблицы. В общем, хотелось бы, чтобы эти клубы опять вернули на трибуны людей, как это было в 50-е, 60-е. Повторюсь, я этого, к сожалению, не могу помнить. Но вот ветераны и болельщики со стажем это все помнят. Итак, встреча начинается. Собирается в состав внести. Вот на ваших экранах Кобелев и рядом с ним Александр Смирнов. А это тренерский штаб ЦСКА. Газаев в центре, Латыш и Шевчук. Рядом с ним Александр Смирнов с недавнего времени работает с Андреем Кобелевым. Голубь, конечно, красавца. Итак, шесть армейцев в чужой штрафной площади. Рахимич бьет. Дать в игре не удалось, судя по всему. Нет положения вне игры? Нет! И Олич! И набирает по центру скорость Вагнер-Лап. Олич! Что делал Олич? Олич бил. И попал Вагнера, но... И хороший сброс Дерлея на дальнюю. Не успел Дани. Наверное, 30 метров. И у мяча кто? Мяча Лима! Да, ну что, нарушения и вот эти предупреждения. Вот Бусев. Итак, кого же он заменит? Кого же он заменит? Но это все будет уже после штрафного, видимо. Да, естественно. Так, колодия, но у него очень мощный удар. Между прочим, армейцы, я вам должен сказать такую любопытную информацию. Единственная команда, которая за предыдущие матчи не пропустила ни одного мяча со стандартов. Ни со штрафных, ни с угловых, ни с пенальти. Ни одного. Вот так. Что более агрессивно впереди будут действовать армейцы с акцентом на атаку. Аким Кейдж убирает мяч. Кто еще в запасе УЦСКА? Это Тачилин, динамовский ветеран. Сколько уж лет он играет? Больше 10, по-моему, за Динамо. Итак, Мандрыкин, Алексей Березуцкий, Жо, Таранов, Салугин, Григорьев. Это запас армейцев. Вагнер. Ович бьет! Качество игры на первом месте не стоит. Очень важно выиграть и, может быть, не при зрелищной игре, при такой, которая вот даже сейчас, Динамо, это насыщенная оборона, это дисциплина, игровая прежде всего. Ой, как тонко! Олечного горлова! Какая комбинация великолепная! И вот сейчас через середину простая стенка. Это все на вине, конечно, защитников, центральных защитников. Только я бы сказал про игровую дисциплину, и тут же простой элемент поставил в тупик Динамоской обороны. Элементарная стенка. Небольшой рикошет от Ещенко, и, конечно, вратаря здесь нельзя винить, было близко. И от ноги, от ноги защитника, ну, реально среагировать. Так, Вагнер Лав забивает свой всего лишь, как вы думаете, какой? Второй! Всего второй мяч в чемпионате. Значит, так вот, резюмирую, если первый этап, Николай. Ну, при равной игре, на мой взгляд, динамовцы выглядели совсем неплохо, имели моменты. И даже по владению мячом, вот хоть у нас нет этой статистики, но я чувствую, что они должны опережать армейцев. Но счет 1-0, тем не менее, армейцы использовали свой, ну, на мой взгляд, единственный такой момент. И вот еще сделает хорошую передачу Бусин. Блестяще! Корчеванский сыграет добивание! Выше, выше, выше. Какие-то отдельные группы в команде, но вот это, между прочим, такой ход, явно признанный сплотить футболистов, сделать Дерлея капитаном. Главный тренер команды, исполняющий обязанности, пока, ну, до 29-го, 29-го еще раз, как я буду, утвержден в должности главного тренера. Это Андрей Николаевич Кобелев, которому помогает Александр Смирнов, игравший в томке такого футболиста, играл в Локомотиве. Играл и в Динамо, кстати, и в Торпедозил, но и в Локомотиве у Юрия Семина, во времена Елышева, Гарина, Харлачева. Александр Смирнов. Да, так вот, все в копилку сейчас для Динамовского клуба. И если ЦСКА вот выдержит сейчас эту проверку Динамовцы, то, конечно, им будет со своими прямыми конкурентами намного легче. И вот какой момент, смотрите. И Крафич бьет. Да, у него голевая серия из трех матчей, и все голы как на заказ. Смотрите, как армейцы активно начали в первую половину. Это позиционная ошибка Жана. И хороший пас. И 2-0. Все. Вагнер отблагодарил... Вагнер... Отблагодарил Олеча за передачу. Вот сейчас Вагнер все сделал грамотно, поставил корпус, воспользовался ошибкой Жана, позиционной. И выкатил Олечу мяч. Ну и Олеч молодец, пробил в угол. В первом тайме ассистировал Олеч Вагнеру. Теперь они поменялись ролями. 2-0. И у меня большие сомнения в том, что армейцы упустят победу. Но каков Олеча? Как действительно он заиграл после чемпионата мира? Регулярно забивает. Он забил ведь лучу энергии в прошлом туре. Два мяча словакам. И вот силы. Полностью ответственно для этого слова лежит, конечно, на центральном защитнике Жане. Он очень-очень безалаберно сыграл позиционно. Он вот сзади. Вы знаете, бесспорно, конечно, это ведущий игрок. И не только для Динамо, но и для сборной. Вообще, Динамо, хочется сказать, что у них скамейка и вообще состав настолько... Вот хороший удар Дани. И перевести ближе Дани, ближе к штрафной ЦСКА. Ну и еще есть Сесеру. Вот так. Ну что, это уже похоже. Похоже на голевую атаку. Вы знаете, Николай, вот мне представляется, что в игре ЦСКА чувствуется очень такой запас прочности большой. То есть в любую секунду, если ход матча вдруг будет складываться неблагоприятно, как сейчас поменяется развитие событий, армейцы смогут вновь в игре прибавить. Вот у них чувствуется запас прочности. Да, вы знаете, вот примерно к этому матчу не было недооценки соперника. Видно, что очень были настроены. Ну вот, Голио, и гол. Ап, 2-1. И смотрите, Хохлов, все здорово, все здорово сделали. Динамовцы. И что, есть еще время. Второй бомбардир прошлого сезона. Дерлей 13 мячей забил на один мяч меньше, чем Кириченко. Притом, что Дерлей довольно много матчей пропустил. В этом сезоне мучается Динамовский форвард из-за травмы колена. Играет очень мало. Но вот сейчас, смотрите, Хохлов. Он принял участие непосредственно в этой голевой атаке. Да, Хохлов, ну, если он сбрасывал, то это очень тонкая игра. И в честь и хвала Хохлову. Но тут здорово. И подача хорошо исполнена. И сброс, и удар. А у армейцев на поле появился Жо. Под 10 номером. На поле, так как, ну, средняя линия с уходом Красича все-таки будет выглядеть не такой мобильной. Итак, нет офсайда. Жо в штрафной. Как же его так оставили? Ух, шанс. Молодец, вратарь. Отошел назад. Игнашевич 2-1. Между прочим, в чемпионатах России по статистике в матчах Динамо ЦСКА забивалось в среднем ровно по 3 мяча. Если следовать этой традиции, то сегодня голевую норму футболисты исчерпали. Но это все цифры, это все не имеет отношения к конкретному матчу. И вот вам, пожалуйста, 3-1. Ищерпали голевую норму. Жирков очень здорово. На одном движении убрал Ещенко. И расстрел, который был очень опасный, если бы Корчмарска не вышел на перехват, он бы нашел бы, наверное, на улице. Нет, выжег. И вторым темпом. Вот Вагнер спокойно отобрав 30 секунд до этого мяч. Добежал до позиции под нападающими. И вот со второго темпа четко расстрелился. И тут же замена происходит у Динамо. Выходит Ромашенко и выходит Дмитрий Камбаров. Собственно, замена это говорит нам о том, что Камбаров займет позицию Ромашенко. Но они тут конкурировали на левом фланге. Вот один левый полузащитник заменяет другого. И так Дмитрий Камбаров вместо Ромашенко. Но Сесеру, 188 сантиметров его рост. Очень такой мощный форвард. Да, фактурный. Очень хорошо прикрывает мяч корпусом. Но насколько умело он это будет делать, сейчас мы увидим. Жуар взвернулся и пробил. Ой, все здорово сделал. Жирков просит 90 минут, чтобы они всегда были под контролем и не имели возможности пробить. Пока не удается динамовским защитникам справиться. И вот о чем я говорил. Посмотрите, как здорово. И гол. Да, сброс Сесеру. Не все еще ясно в этом матче. Да, это хороший ход Кобелева. Посмотрите. Вот точности, что мы с вами говорили, Андрей. Сброс Сесеру на Дерлея. И все это в одно касание в динамике. Просто классный гол сейчас мы видим на исполнении динамовского. Лима, Сесеру, Дерлей. Ну что, это из учебника. Это красивый гол европейский. 75-я минута. Какой хороший матч мы сегодня, Андрей, наблюдаем. Супер просто. Так, и теперь Ролан устанавливает мяч. Вот он, мне кажется, установил его. Ой-ой-ой. Куда побежал Корчима? Так, ну, лимит замен израсходовал Андрей Кобелев, как, собственно, и Валерий Газаев. 12 минут до завершения матча. Ещенко. И Камбаров. Эх, не доложил корпус. Обводка. Он может на скорости двух-трех обыграть. Единственное, чего ему пока не хватает, это вот нацеленный последний передач. Дома, то есть на стадионе Динамо. А вот им придется довольно часто покидать Москву. Дадут пробить. Ну, все сейчас участвовали в отборе, кроме Вагнера. И Жо неплохо здесь поборолся. Жан. И Жо, Жо отрабатывает сзади. Ну что, последний штурм за пять минут до завершения этой встречи. Да не. Кохлов не сильно. Будут еще моменты у динамовцев. Может быть, справ Вагнер не туда немножко бы отрывался Жо. Кохлов, Точилин. Камбаров смещается в центр, освобождает Точилин у коридора. Точилин передача и смотрите, что происходит. Ну что, просто смял сейчас Берлей Березуткова. И Амбаров подает. Кохлов. Кохлов. Мальчик много сейчас зависит от армейских. Ну, это пол энергии. Но сейчас бьет не он, а бьет, а бьет капитан Нашевич. Я думаю, что не хватает и Сергея Овчинникова, конечно. А, как вы считаете? Вот последний, смотрите, какой момент. Он бы сейчас, я думаю, смог бы партнеров завести. Да, сам бы побежал в штрафную. Здесь всего три составляющих успеха, как в футболе, так и в хоккее. Это организация клуба, потом подбор игроков и только третий – это тренер. Так вот, в Динамо, скорее всего, наверное, организация клуба сейчас стоит на первом месте. Нужно создать клуб и дать ему возможность поработать. Так что будем надеяться, что динамовцы будут прибавлять во всех компонентах. И финальный свисток. Ну что ж, Любаш Михел заканчивает этот матч финальным свистком. 3-2, 3-2. Армейцы выигрывают у Динамо. Дубль Вагнер-Лава, один мяч забил Олич. Армейцы набирают 31 очко в чемпионате. И выигрывают первый круг. 9 побед, 4 ничьих, 3 поражения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова